Голубой цветочек крючком, конечно не обязательно голубой, можно любого другого цвета, можно использовать для окрашения на шапочку, платье, снот, вяжется очень просто. Нужно набрать цепочку из воздушных петель, чем длиннее будет начальная цепочка, тем пышнее будет цветок. Для этого цветка я набрала, по-моему, 25 воздушных петелек, он у меня получился не очень большой. Я просто набираю цепочку из воздушных петель и затем вяжу по схеме. 3 воздушные петельки для подъема и в третью петельку я провяжу столбик с накидом. Пропускаю 2 петельки на цепочке и в третью вяжу столбик с накидом. 2 воздушные петельки и снова столбик с накидом в ту же петельку, что я вязала тут, первый столбик с накидом. И так продолжаю. 2 петельки пропускаю на цепочке и в следующую вяжу столбик с накидом. 2 воздушные петельки и вяжу до конца цепочки. 2 воздушные петельки пропускаю и в следующую вяжу столбик с накидом. 2 воздушные петельки и столбик с накидом в ту же воздушную петельку. Вот так получается первый ряд. Слежу последнюю группу из столбиков в последнюю воздушную петельку. Можно было просто оставить этот кусочек, потом отрезать, но у меня цепочка короткая, поэтому я провязала. Конечно, из тонких ниток будут лучше, но я просто, чтобы виднее было. А так можно вязать из любых ниток. Вот первый ряд. Для второго ряда вяжу цепочку из 3 воздушных петель. Поворачиваю вязание и столбик с накидом под вот эту цепочку из 2 воздушных петель. Снова 2 воздушные петельки и 2 столбика с накидом, полностью провязанные, под эту же цепочку воздушных петель. Вот такой ремент получается. И снова 2 столбика с накидом под следующую цепочку из 2 воздушных петель предыдущего ряда. Вяжу 2 воздушные петельки и 2 столбика с накидом под ту же цепочку предыдущего ряда. Вот что у нас получается. И так вяжу до конца ряда. Вот под эти цепочки, вернее воздушные петельки. Ряд довязан до конца. Поворачиваю вязание и вяжу столбик без накида между двумя столбиками предыдущего ряда. И дальше столбик с накидом под цепочку из 2 воздушных петель предыдущего ряда. И еще 8 столбиков с накидом под эту же цепочку. И так всего 9 столбиков с накидом под цепочку из 2 воздушных петель предыдущего ряда. Будет такой пышный лепесточек. Столбик без накида между двумя столбиками с накидом предыдущего ряда. И снова 9 столбиков с накидом под следующую цепочку из 2 воздушных петель предыдущего ряда. Снова я провязала 9 столбиков и столбик без накида между двумя столбиками предыдущего ряда. И вот такая получилась полоска. Довязываю последний лепесток. Тоже 9 столбиков с накидом под цепочку из 2 воздушных петель. И последний столбик без накида. Последний столбик с накидом предыдущего ряда. Цветок готов. Сейчас остается свернуть и закрепить. Так вот закручиваю. Лучше сшивать, конечно, иголкой. Будет прочнее и аккуратнее. Нужно закрепить вот этот последний лепесток. И прошить серединку цветка, чтобы она не впадала. Иначе спиралька раскрутится. И цветочек весь развалится. Наш цветок готов. Я вязала из акрила. Можно связать тонкие изящные из хлопка, из шерсти. Смотря для чего вы его будете использовать, для какой одежды. Спасибо.